Доброе утро! Сегодня понедельник, 6 февраля. Мы в офисе 1580 узнаем, что произошло за выходные и последние сутки. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, хорошее, плохое, что было? За прошлые сутки у нас есть информация о двух ДТП. Одно на улице Южной столкнулось два автомобиля. Ребенок 8 лет доставленный в больницу. И на улице Олеса Мончара, напротив первой горбольницы, был сбит пешеход. Женщина 59 лет, тоже доставленная в больницу. Также у нас есть информация от ДСНС о пожаре в автомобиле на улице Чернового, Тринаций. Из чрезвычайных происшествий это, в принципе, все. По проблемным моментам по коммуналке у нас остаются два дома без газа. Это до сих пор у нас Великотемирская 20 и Облазная 20. А на сколько они уже где-то стоят? У нас стоит, что дата отключения 30 число по Великотемирской 20. У нас информация по девяти квартирам, по Умазной 2, там тоже один стояк по квартире 92. Будем разбираться, что там за ситуация. Буду сегодня докладывать руководство. Я так понимаю, там сейчас конфликт с ЖЭО-2, с Полтавагазом. Не могут разобраться, кто должен выполнять эти работы. Конечно, я думаю, что моя точка зрения, что на стороне ЖЭО-2, потому что нет у них специализированных работников, которые должны заниматься газовым оборудованием. В принципе, я думаю, что там работы должны выполнять Полтавагаз, ну, там будут разбираться. В принципе, все из основных отключений. Отключение света? Не-не-не, более-менее все тихо, спокойно. Значит, по поводе на сегодня нам в нем обещают минус 8, минус 10 градусов и, возможно, небольшой снег. В принципе, все. В принципе, похолодание после оттепи, которое было? Да, значит, подготовил я список, которые жалобы мне в отдел поступали по поводу, что утекли крыши. Значит, всем заявителям было надано разъяснение, что нужно обращаться в ЖЭК, чтобы это все актировали. И это так передавали на гараже управления, чтобы в этом году уже были планы на ремонт этих домов. Просто сейчас же люди звонят, требуют, чтобы уже ремонтировали крыши сейчас. Отсюда? Зимой, понятно, что это больше никто делать не будет. То есть максимум, что мы можем сделать, это там где-то по новой пленкой закрыть чердаки, потому что мы ремонтом сейчас пойдем, что никто заниматься не будет. Это, в принципе, все. Работаем, продолжаем по сосулькам. На выходных тоже работали. В субботу собирался штаб по снегу. Не было аварийных каких-то ситуаций, потому что оттепель, падали снегы? Да, в принципе, что жалобы идут, жалобы идут. Мы со скорой стараемся, чтобы быть в курсе дела, спрашиваем у них постоянно. То есть тогдаших не было? Ну, у нас была заявка в субботу, что возможно, что упала снежная, ну, не лед, а снег упал на ребенка. Выходили на скорую, уточнивали информацию, но вроде бы там серьезных травм нет. Несмотря на то, что мороз, все равно посматривайте вверх, посматривайте вниз, потому что скользко. И всем хорошая рабочая неделя. До завтра. До завтра.